МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ударил ножом, украл полтора миллиона и скрылся. В Сургуте под суд пойдет мужчина, убивший дачника. В Югре продолжают выявлять торговцев наркотиками и жительницу Пытьяха. Звонок с горячей линии банка спас от потери денег. Здравствуйте, в эфире программа «Что произошло» в ближайшие несколько минут. О самых заметных ЧП в Сургуте и Югре в студии Дмитрий Круковец. Житель Башкирии зарезал сургутянина, спрятал труп, украл полтора миллиона рублей и сбежал. Трагедия разыгралась в дачном кооперативе Сургута в марте 2019 года. По версии следствия, двое мужчин выпивали. В какой-то момент произошла ссора. Гость схватился за нож и ударил сургутянина в грудь. От полученного ранения мужчина скончался. Злоумышленник спрятал труп и похитил у убитого около полутора миллионов рублей. Часть денег он взял наличными, а часть перевел с помощью мобильного приложения с карты погибшего на свой счет и счет жены. Также следствию стало известно, что мужчина при трудоустройстве в организации Сургута использовал поддельный диплом специалиста Уфимского государственного нефтяного технического университета. Подозреваемый задержан. Его обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса. Мужчине грозит свыше 20 лет лишения свободы. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Оперативники Сургута задержали мужчину, который подготовил к сбыту почти 60 граммов наркотиков. На подозреваемого вышли в ходе отработки оперативной информации. В ходе личного досмотра 30-летнего горожанина, который был задержан во дворе дома Павлица Ивана Захарова, в кармане куртки обнаружили сверток, внутри которого находилось 11 пакетиков с порошкообразным веществом светлого цвета. Результаты исследования гласят, что изъято является наркотиком синтетического происхождения массой около 60 граммов. Полицейскими установлено, что гражданин хранил данное вещество с целью дальнейшего сбыта. Отметим, что ранее неработающий мужчина в поле зрения правоохранителей не попадал. Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание сроком до 15 лет лишения свободы. Незапрещенное имеешься при себе? Да, есть. Что имеешь? Висеть сверток. Для каких целей он? Висеть сверток. В личном как-то времени. Не исправился. В соседнем Патияхе в ходе рейда по линии незаконного оборота наркотиков задержали мужчину, у которого нашли 18 граммов запрещенных веществ. На 699-м километре автодороги Мамонтово-Нефтьюганск сотрудники полиции остановили Hyundai Sonata. У пассажира легковушки в левом внутреннем кармане спецодежды была обнаружена и изъята пачка из-под сигарет, внутри которой находились свертки с полимерным порошкообразным веществом светлого цвета. В ходе проведения обыска по месту проживания фигуранта в гараже обнаружены несколько десятков новых сим-карт, а также еще несколько бумажных свертков. Исследование показало, что все найдено – это синтетический наркотик. Гражданин объяснил, что изъятые вещества он приобрел в Сургуте через один из интернет-порталов и в дальнейшем собирался сбывать их в Патияхе через тайники. Возбуждено уголовное дело. Необходимо отметить, что злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности по аналогичной статье «Подозреваемый задержан». А в Нижневартовске силовики задержали двух молодых людей, делавших закладки. Парней поймали в районе Комсомольского озера. В ходе досмотра у них обнаружили 9 свертков с порошкообразным веществом, обернутых в синюю ленту. Исследование показало, что это химическое соединение, являющееся психостимулятором. Ранее применялось как подавитель аппетита и средство для лечения гипотонии. Масса запрещенного порошка превысила 10 граммов. Стражи порядка выяснили, что молодые люди прибыли в город в начале года из страны СНГ, нашли подработку через интернет, целью которой был незаконный сбыт наркотиков бесконтактным способом с использованием тайников закладок. Возбуждено уголовное дело. Расскажи, из-за чего вас задержали? Из-за продажи на участие. Что сподвигло на это преступление? Не понятно ничего. Из-за чего решили заниматься в работе? Я плохо живу, я без родителей. Ранее судим? Нет. Жительницу Пытьяха звонок с горячей линии банка спас от потери денег. В полицию Югорского города обратилась женщина, которая попросила привлечь к ответственности неизвестного, который пытался похитить с ее карты более 50 тысяч рублей. Подав объявление о продаже детской кроватки на одном из сайтов, женщине позвонили. Мужчина согласился на покупку, которую в дальнейшем заберет курьер. Но расплатиться за товар он хотел немедленно. Для этого мужчина попросил продиктовать номер банковской карты, куда нужно перевести средства, а затем, когда на телефон придет код, сообщить его. Проделав все манипуляции, девушки стали приходить уведомления о списании средств с карты. В этот же момент поступил звонок из банка. Сотрудник организации сообщил, что со счета клиента производится транзакция и предложил заблокировать карту и заморозить операции на сумму 56 тысяч рублей. Девушка согласилась на блокировку. Возбуждено уголовное дело. Вы были списаны сразу денежные следствия, прям друг за другом определенной суммой. Я уже увидела, я начала ему говорить, что это происходит. Он начал кричать о том, что вы что, вы хотите, ну, типа, у вас сейчас полностью управление моим расчетным счетом. Я вам отправляю сообщение, а вы не диктуете мне. Они приходят один за одним. Вы хотите, чтобы я пошел в милицию и так далее. На этом все. Это была программа «Что произошло». Вступайте в наши группы в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Предлагайте и публикуйте свои новости. Я, Дмитрий Курковец, с вами прощаюсь. Берегите себя. Дмитрий Курковец, с вами был Игорь Негода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова